Интеллектуальную игру для проекта Уральского электрохимического комбината «Семь пятниц» провели представители информационного центра по атомной энергии. Мозговым штурмом были охвачены все команды, участвующие в проекте. О том, какие были вопросы и кто одержал победу, расскажет Светлана Светличная. Напишите название рождественской новеллы, послужившей прообразом короткого рассказа, статус которого я только что прочитала. Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Участники интеллектуальной игры смогли ответить на него всего за 30 секунд. И правильный ответ – это произведение «Дары волхвов». В атомном каворкинге пять команд приняли участие в квизе «Брейнджек». Вопросы хоть и были на новогоднюю тематику, но касались и не науки в разных ее сферах, к примеру, биологии и физики, а также литературы и искусства. Участники, представители администрации, топливных компаний и других городских организаций боролись за звание самой умной команды на просветительском проекте «Семь пятниц на ОХК». Напомним, в рамках проекта уже проходили мастер-классы «Секреты Каракури», беседы с экологом на тему мифы атомного города и встречи с директором Уральского электрохимического комбината Александром Дудиным. «Это пятая атомная пятница, он на самом деле с нами, с информационным центром по атомной энергии. Это вторая пятница. Первую мы проводили игру «Адреналин» для ребят, а вторая – вот уже для взрослых команд – игра «Брейншекер». Это такая мозготряска буквально. Здесь, в Уральске, насколько я понимаю, очень популярны интеллектуальные игры, потому что, сравнивая с екатеринбургскими командами, ребята здесь берут вопросы получше, баллов побольше и видно, что подготовленные». Что попало не только в мировые новости, но и в новогоднее поздравление Леонида Ильича Брежнева в 1970 году. Это был искусственный спутник Земли «Космос-321». На этот и многие другие вопросы участники тоже ответили с легкостью и показали свою осведомленность в разных сферах жизни, еще раз подтвердив, что новоуральцы – очень эрудированные люди. «На самом деле все вопросы очень интересные. Я бы даже хотел попросить у вас их некоторые себе забрать, чтобы потом с студентами коммуницировать». «Очень интересно узнать что-то новое, а не такие разносторонние, типа и научные, и околонаучные». «Наша команда победила, это очень здорово. Мне очень понравилось играть в составе этой команды. Некоторые вопросы были сложные, но благодаря слаженной работе удалось их взять». Интеллектуальные игры в Новоуральске обрели большую популярность как среди молодежи, так и среди взрослых. «Квиз» стал отличным способом разнообразить свой досуг, а благодаря просветительскому проекту «Семь пятниц на ОХК» жители Новоуральска могут больше узнать об атомной отрасли.